Вену Капал Прабху о чем хотите послушать? О славе Саду Санги? Вену Капал Прабху о чем хотите послушать? О славе Саду Санги? Может он не здесь? Да, он здесь. Я не могу его сейчас в списке девочек. Мне кажется, просто Вену Капал Прабху здесь нет. Ну, может быть, вышел случайно. Откликнитесь, пожалуйста. О чем хотите послушать? Городев спрашивает. О Саду Санги? О важности проведения фестиваля. Что именно о фестивале? На какую тему Харикадха? О Саду Санги можно и о важности проведения фестиваля. Городев, he told about maybe about the Sado Sangha and maybe importance of such a festival. Like they do now. Why it is important to be together and do such a festival? Even if you can know the Sado, you just get us together. Спасибо. spell Кiern between the Great and the Great and the Greatest甚麼やって там totalling. Продолжение следует... 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 хотели рассказать о важности саду Санги, о важности подобных фестивалей. Зачем вообще приезжать на такие фестивали? Что мы получаем благодаря этому? В чём заключается слава саду Санги? В Писании говорится «Санге шакти». Шакти — сила, только когда мы санги, когда мы вместе. Кали-йогу очень тяжело одному практиковать. Поэтому Бахтиминал Дакур поёт. Он молится именно о возможности саду Санги. В Бхагаватам приводится пример Друва Махараджа. Даже когда он обрёл Даршин Господа, увидел его, и Господь готов был даровать Друве свои благословения, чтобы просил Друва Махарадж. Наджата Вайкунха. Он сказал «Господь, мне не нужна Вайкунха, мне не нужна обитель Господа без саду Санги. Я хочу всегда общаться с твоими преднами, получать их общество, находиться в пра-Санге, быть с ними в контакте. Возникает вопрос «Зачем?». Ведь, казалось бы, Друва Махарадж уже увидел Господа. Зачем ему саду Санга, если он уже получил даршин Господа? Кришна. Потому что чем занимаются преданные? Каковы их признаки? Кришна описывает эти признаки в Бхагавадгите. Мат-чита, мат-гата прана, бадхаянта параспара, гадхаянта щамам нитьям, тушьянти чарамантича. Мат-чита. Мысли преданных всегда поглощены Господом. Мат-гата прана. Они свою прану, свою жизнь посвящают Господу. Бадхаянта параспара. Они всегда проповедуют. Гадхаянта щамам нитьям. Они нитьям всегда обсуждают в Кадху повествование о Господе. Тушьянти чараманти чарамантича. И в этом черпают удовлетворение. Поэтому, когда мы находимся в обществе таких святых, которые всегда сами погружены в мысли о Господе, всегда обсуждают Его трансцендентные качества и деяния, мы тоже наполняемся их настроением. Поэтому благодаря Саду Санки, благодаря общению со святыми, наш ум устремляется к Кришне. Мы погружаемся в духовное. А иначе, что мы будем говорить? Манта Кадху. Резкие разговоры. Поэтому Друо Махарадж, даже после того, как он обрёл Даршин Господа, увидел Его, всё равно желал быть в Саду Санге, общаться с преданными. Поэтому те, кто сейчас собрались на Алтае, очень удачливы. Эти вайшнавы, эти преданные. Вену Капал Прабу, Дяти Махарадж. Скорее всего, есть также ученики Тамгруте, Вашилабхатвиданта Нарайна Гасава Махараджа. Их славу невозможно выразить словами, еще когда Его Гасави говорит «Сварки садьте чакайлаши вай кунтхе насти амраса». Этой расы, этих трансцендентных духовных вкусов, которые заключены в харикадхе, нет на сварке. Садьте, нет на садьте алоге, на браммалоге. Нет на кайлаше. Нет на вай кунтхе. Где сейчас доступна эта харикадха, эта сладость, этот нектар? На Алтае. Поэтому те, кто собрались, необычайно удачливы. Ари Кршна. So, there's Krishna, he told to Muchukunda, you know, what is the glory of a sadhu sangha? You know, who told? Krishna, he telling, Muchukunda, well, when he can get the associate of a sadhu, he telling, «Bhava apavarga brahmeta jada janyasya tahir achuta sat samagama sat samagama jahir parabarese jaye to irati». So, Lord telling, o Muchukund, then he can get himself, Krishna, he tell, «Hati, the glory of my devotee». My devotee. Well, when somebody got the associate of a sadhu, Krishna telling, ordinary person, he cannot get associate of a sadhu. Well, «Bhava apavarga brahmeta jada 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 jada». Это, в смысле, в котором вы говорите, вы можете использовать это, что у вас есть? Пряма, Бхамикакова. Бхаги Ванаджи. В очень, очень счастливей человеку, они были в связи с Васянавасом. Но когда вы получите социей, то вы понимаете, что вы понимаете? Вы понимаете, что у меня все-таки не вовсё и не вовсё, не вовсё. Действие, old age, Адхиатмик, Адхивайдик, Адхи-дайвик, all kinds of suffering is completely finished, even your associate of Sadhu. So Krishna is telling, Om Machikunda Maharaj, ordinary person cannot come to the associate of Sadhu, who is a very, very fortunate person, only they can come to the associate of Sadhu. And there also Sukhdev Goswami, he will tell, Parikhita Maharaj, Plathasmata-Sarbatmana-Rajan, Hari-Sarbatra-Sarbada, Pratabya-Kritita-Vasya, Smartabya-Icchata-Bhayam. If this material wants, somebody wants, Icchata-Makuta-Bhayam, meaning, fearless life, you know, not any kind of a problem, complete fearless life. If somebody there wants, then what can do? So they are associate of Sadhu. Then associate of Sadhu, then what's happening? Srutabya-Kritita-Vasya-Smartabya-Icchata-Vayam. The only associate of Sadhu, then only you can remember to Krishna. Listening to Hare-Kathatu-Krishna, and also you can associate of Sadhu, then you can be chanting this, Hare Krishna-Hare Krishna-Krishna-Krishna-Krishna-Hare-Hare-Hare-Rama-Hare-Rama-Rama-Rama-Rama-Rama-Rama-Hare-Hare-Hare. Only then you can attend to this thing. Without, you cannot attend this Hare-Katha-Kirtan and Rima-Bring. So this associate of Sadhu is very, very rare. So also, same thing, telling this Rahugan Maharaj, he's telling the Bharata Maharaj, telling the Bharata Maharaj, telling, Oh, Rahugan Maharaj, Rahuganai na tapasya, na jati, na ijjaya, na nirbap, na grihatva, na i va chandasa, na i va jalagni, vina mahatapado rajo visekam. Unless, until, he cannot take a shower of, you know, associates of a sadhu, vaishnavas, you know, Rahuganai na tapasya, if you're doing, thinking, when I can, doing assurity, then I can cut you to life, no, na jati, if you take birth of a very high class of kash, no, na ijjaya, I can hold the doing, puja and the part, no, naiva, jalagni, every day, I can worship to water, and this is the water and the agni, to worship, will you know, I am reading the bed, will you know, will you then cut her out? Only associate of a sadhu, only you are coming to be associate of a sadhu, then you can attend the Supreme Parishnal Godhead, and when you can attend the Supreme Parishnal Godhead, then you are all kind of suffering, this material, all kind of problem, then it is completely more, without, anyway, cannot attend any peaceful life. How much is the sadhu sangha, when we can obtain it, when we have a opportunity to meet with the saints, to worship Hare Kadhu? Krishna explained this to you, Krishna explained this to you, Bhava Pavarga Brahmato Yuda Bhavetch, Janasya Tarkya Achyota Satsama Gama, Satsangama Arhita Daiva Satsangatao, Paravarisha Tvai Chaita Emati. Krishna said, that we have a possibility of a sadhu sangha, only when our time in this material world comes to the end, only when our suffering comes to the end, then there is no possibility of being in the Sandhu Sangha. Mahabharavu said, Ropika Svami, Bhramanda Pramete Kon Bhaka Yivana Chih, Kuru Krishna Prasada Bhai Bhakti Lata Bhichya. Bhramanda Pramete, we turn in two different worlds, we die, 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 die. Kon Bhaka Yivana Chih. When we become a good soul, when we have a lot of bhakti and mukha sukrita, то есть благочестие, связанного с духовной практикой, которая может быть агьято и агьято, осознанное либо неосознанное. Что тогда происходит? Гуру Кришна Прасады Паи Пакта Латабича. Мы обретаем семечко преданного служения по милости Гуру и Кришны. Гуру даёт нам посвящение, а Кришна приводит нас к подлинному Гуру, потому что только Кришна знает наши духовные заслуги, какая у нас духовная форма, какой Гуру нам нужен. И только Кришна знает, какой Гуру, истинный, потому что внешне можно обмануться. Поэтому только когда мы накапливаем очень много духовного благочестия, когда наше время страдать, испытывать неудобства в этом мире заканчивается к концу, только тогда у нас появляется возможность быть в саду Санги. И благодаря саду Санги все наши трудности разрешаются. Когда Вагасами говорит Причито Махараджа, «Тасман Бара Тасарватва, Багаван Ишварахари, Шротавлега Татавьяща, Смартавьящих, Хатабаям». Когда мы слушаем о Господе, памятуем Его, прославляем Его, то окончательно мы избавляемся от всех видов страданий и обретаем бесстрашие. Как мы можем это сделать только в саду Санги? Благодаря именно саду Санги общение со святыми мы можем и слушать о Господе, и памятовать Его, и потом прославлять Его. Бара Та Махарадж сказал Рахугану, что именно саду Санга, именно общение со святыми важно нам для достижения совершенства. Кто-то думает, что если он будет совершать аскезы, суровое подвижничество, вот тогда его жизнь уменьшается успехом. Но нет. На Та Паса. Та Паса? Та Пас? Та Пасья? То есть аскезы не помогут нам уменьшать нашу жизнь успехом. На Джати. Высокое рождение, происхождение тоже еще ничего нам не гарантируют. На Иджайя. Поклонение тоже не высший способ обрести совершенство. Джалагни. Если мы стоим в воде, совершаем свои аскезы, либо сидим в окружении огня, то есть в очень суровых для себя тяжелых условиях, совершаем духовную практику, это тоже нам ничего еще не гарантирует. Даже если мы изучаем беды, нет гарантии, что мы достигнем Верховного Господа. Как же тогда уменьшать свою жизнь успехом? Как действительно избавиться от проблем, как достичь Верховного Господа? Только с помощью Свято-Санги. Только когда мы общаемся со святыми, мы действительно решаем свои проблемы, наша жизнь действительно становится успешной, и мы обретаем возможность достичь Верховного Господа, никак иначе. Без Свято-Санги это невозможно, никакие другие процессы нам не помогут. Верховного Господа, которые мы не можем получить, мы не можем получить, но мы не можем получить, мы можем получить, always going here, they are thinking so many material things, I can't get this happiness life, how my mind becomes controlled than himself, you know Bhagavan Kapil Dev, O Mother, Satang Prasangat Mahavir Jaya Sambhir, only you can do association of my devotee, when the association of my devotee, Satang Prasangat, meaning when doing Prasangat, meaning when the association of Prasangamini, when not only association, when you are following this of rule and regulation, only listening, listening, this is not enough. Prasangamini, Prakishta Sangha, completely associated with Sadhu, then what's happening? Mamavir Jaya Sambhir, my Katha is so powerful, very, very powerful, when you are listening to Harikathathu, who is the prayer devotee, when they are a devotee and listening to this Katha, it's very, very powerful, this is Katha. And what's happening when listening? Then coming Shraddha, then coming Ratti, then coming Prem. Slowly, 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 everything is happening. And one day, Aapabhargavarkamani, Pabhargavarga, meaning Pabhargavarga, 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 it's everything, completely, and finishing one day, only your association of Sadhu, then you can go to this Krishna Prasangamani. So, for Mother, you try association of Sadhu something. Поэтому те предметы, которые собрались на Алтае сейчас, они очень удачливы, потому что у них есть саду сангу, у них есть общение между преднами. Господь Капелла Дева сказал своей матушке Довахути, он дал ей совет. Какой совет? Она обратилась сначала к нему с вопросом. Она сказала, у Капелла Дева, у мой сын, я женщина, у меня такой беспокойный ум. Скажи мне, как мне достичь совершенства, как мне совершать духовную практику. И какой совет дал ей Капелла Дева? Капелла Дева посоветовал быть ей в санге, садам прасанган, но говорится не просто сангам, а садам прасангам, то есть прасанга, не просто санга. Что такое прасанга? Прасанга — это прокришта санга, то есть полная санга, полное общение означает не просто слушать, а следовать. То есть чтобы наша жизнь увенчалась успехом, чтобы действительно наша жизнь изменилась к лучшему, нам нужно не просто быть в санге, не просто слушать, нам нужна прасанга. То есть когда мы слушаем, получаем знания, применяем их в своей жизни, практикуем. Вот тогда эти знания дадут свои плоды. Мама Вирья Санвидо. Катха, повествования, которые исходят из лотосных уст, чистых предных, Вирья, необычайно могущественные. Они очень сильно очищают нас и меняют нашу жизнь. И благодаря повествованиям, которые мы слушаем от чистых предных, постепенно мы продвигаемся вверх. Наша духовная практика улучшается. Мы двигаемся от шарахи, от веры к рати и постепенно застегаем премы. То есть ступенькой за ступенькой мы продвигаемся, благодаря чему? Благодаря саду санге. И аповарка. Мы избавляемся от материальных страданий. Курдов ранее говорил, что мы избавляемся от цьми, материальных страданий этого мира. И также мы избавляемся от аповарга, пяти страданий, которые обозначаются санскритской группой. Па-бха, ба-бха, ма. Па-баришрам. Мы перестаем тяжело, бессмысленно трудиться. Па-бха. Она из нашего рта уходит, поскольку мы уже не трудимся так тяжело, мы перестаем быть загнанными лошадьми. Ба-бьярта. Мы не совершаем больше бессмысленных действий, потому что мы четко понимаем, что нужно делать, от чего следует избегать. Ба-бха. Мы избавляемся от страха, ма. И мы побеждаем смерть. Потому что преданные, они в отличие от материалистов, они не просто умирают, оставляют тело, они переносятся в духовную обитель. Они получают лучшее рождение. То есть для них смерть не что-то пугающее. И поэтому Господь Капиладева сказал своей матушке, Довахуте, если ты хочешь достичь совершенства, пратан, прасан, прасан, сатам, прасанган. Всегда общайся с моими преднами и слушай их наставления, применяй их в своей жизни. Хорошо, Харе Кристос. И, знаете, before, you know, some day before you heard the glory of Radharani, day after tomorrow, birth of the day of Srimati, Radharani, before you heard some glory of Srimati, Radharani. Today also try listening to something. Are you remembering before what I told? Рисна Камени? I? Yeah, what I told before what I heard the last time I told. Are you remembering something? Something I remember. Huh? Why name of Radharani doesn't mention in Sriman Bhagavatam? Okay. You explain this. How many did you know? You previously told, I didn't mention in last time, because Shukadeva Goswami will fall in six months, because Radharani told directly, don't mention her name. Example with Hannah. And you previously told about, if we don't show our love open, it becomes more sweet, like when ladies cover her face, she became more beautiful. And because Radha Bhakti is very rare, like well water, not like river water, not like Krishna Bhakti. So if we in Rāsika Parampara, devotees of Radharani, we can understand. Radha Prima. Okay. Again, repeating this region very quickly. They can listen after I can tell you something. Gurudev said, that earlier we were listening about Slami Shri Mati Radharani, because after the day of her birth, and now he wants to continue. He asked Karatevich to remind the reasons he called them. I will also say the reasons that he said in other words, and he told them also to remember them. The first reason was, why the name Radharani, our queen of the goddess, is not reminded of the Bhagavata. Gurudev said earlier, that Shukadeva Ghatsvami was so deeply engaged in the thought of her mother Radharani, that if he had to remember him the name Radharani, he would lose his mind for half a year. But he was only 7 days to listen to him at Bhagavata until the time he left his body. So to not lose his mind for half a year, to be able to tell him about seven days, Shukadeva Ghatsvami didn't mention the name Radharani on the way. Second reason is that Shukadeva Ghatsvami can't remember her name, if he wants only to see it, not to do it in the way. Shukadeva Ghatsvami is also said, that when we see our love, she becomes even more beautiful. So, for example, when a woman comes back to the face, she turns around and looks like, who is there? If she sees her face, she is definitely very beautiful, and so she sees her face. So, for example, Radharani is the most expensive, the most expensive for Krishna, so he is the most expensive, she is the most expensive, and therefore her name is not meant to be clear. Следующий пример, который Ghuradev говорил, was with Khnoy, it is a black, but if we can make her face, we can make her face on the face, then the pigment will be black on our hands, on our hair, on our hair. So, подобным образом, внешний, кажется, пигмент зеленый, то есть, внешне в фазе, там имя Кришна, но на самом деле, там суть красная, то есть, суть любовь к Матери, Радарани. И еще одна причина, о которой Ghuradev говорил, заключается в том, что рада бхакти, любовь к Радарани, очень редко можно обрести, гораздо более редко, это чем любовь к Кришне. Любовь к Кришне, подобно речной воде, из которой могут быть все, из которой могут пить все, и люди, и животные, и стирать-то могут, и омываться, а колодезная вода более чистая, вот что животные туда не подойдут, и вот любовь Хридаряне подобна колодезной воде, чтобы получить ее нам нужна веревка и ведро, то есть нам нужна Гуру Парампара, по которой мы получим эту чистую воду. Продолжение следует... 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 и все, и все, и все, и все, и все. Продолжаем слушать о славе Шримати Радарани. Есть очень много причин того, почему имя Шримати Радарани не упоминается во всем Бхагаватам. Однако Шукадава Гасами всё-таки косвенно и напрямую упоминает в Бхагаватам имя Шримати Радарани. Почему важно обсудить данный вопрос, узнать, есть ли в Бхагаватам имя Радарани, либо нет. Если оно есть, то как оно упоминается, как скрыто говорится о Шримати Радарани. Потому что мы всегда говорим «Джай, Джай, Шри Радхи», «Слава Радарани». То есть мы прославляем Шримати Радарани. И при этом Бхагаватам — наше высшее писание. То есть где в нашем высшем писании подтверждается, что нужно прославлять Шримати Радарани, что он занимает особое положение. Ведь Бхагаватам — это необычное писание. В Бхагаватам — это лучшее среди всех величество. Поэтому, конечно, для нас очень важно понять, где же в нашем самом главном писании, авторитетном ведическом писании, которое является сутью квидэссенции всего знания, а где имя-то вообще Шримати Радарани, которому мы поклоняемся. Поэтому это очень важная тема. И на самом деле есть люди, которые думают, что Бхагаватам посвящен имени Кришны. Это не так. Если мы принадлежим Расико Парампари, мы понимаем, что Бхагаватам только славит Шримати Радарани. Но как мы можем это узнать, только если мы находимся под руководством, если Ваштава нам покажет, где конкретно упоминается имя Шримати Радарани? И Гуртеф напомнил нам то, о чём он говорил на прошлой неделе, о том, что Бхагаватам состоит из 12 песен. Бхагаватам — это сам Кришна, это его форма, поэтому это не просто 12 песен, это 12 частей тела Шри Кришны. Десятая песня Бхагаватам соответствует лицу Шри Кришны. Лицо — это самая важная часть тела, потому что именно по лицу мы понимаем, кто перед нами. Если мы смотрим на фигуру человека, мы можем ошибиться. Но если мы видим лицо, мы точно понимаем, какой человек находится перед нами. Мы можем его опознать. Подобным образом, самая главная песня Шаманбхагаватам, в которой суть Бхагаватам собрана, вот именно лицо, по которому можно узнать Шри Кришну, это десятая песня Бхагаватам. Что описывается в десятой песне? Слава Шиматирадарани и Шри Кришны, слава их замечательных игр. Также в десятой песне мы можем выделить отдельно 5 глав Раса Панчадьяи, которые описывают Раса Лилу. Раса Панчадьяя означает, что это 5 жизненных воздухов Бхагаватам. Ведь если есть тело, но в нём нет жизненного воздуха, это мёртвое тело, оно бесполезное. Его нельзя использовать, потому что нет жизненного воздуха. Подобным образом и десятую песню Бхагаватам, и весь Бхагаватам наполняют жизнью как раз таки Раса Панчадьяи, эти 5 жизненных воздухов, которые описывают Раса Лилу, танец Кришны и девушек в Раджа. И кроме того, Раса Лила сама является улыбкой, танец Кришны и танец Гопи. Именно улыбка позволяет познать, понять, счастлив человек или нет, какое у него выражение лица. И что же утверждается во время описания Раса Лила? А утверждается как раз таки слава Радхарани. Потому что когда во время Махарасы, Чандравали, Падма и другие Гопи остались, Кришна был, но Радхарани ушла, Раса Лила прекратилась, потому что она главная в Раса Лиле, она Расешври. Без неё Раса Лила невозможно. И далее, когда Гопи пошли искать Шри Кришну, они увидели его отпечатки стоп, и между его отпечатками стоп увидели отпечатки стоп поменьше, и поняли, что Кришна не один, что рядом с Ним идёт какая-то девушка. И эта девушка очень удачлива. Те, кто служил Шри Матери Радхарани, поняли, что это отпечатки её стоп по символам, которые были в этих отпечатках. И Шукады Вагасвами, повествую Багаватам, когда описывал этот момент, он не смог сдержать своего ликования, потому что вот открыто показывалось, что, посмотрите, все были на Раса Лиле, все остались, кроме Радхарани, все другие Гопи были. Чедравали была, её группа была, Кришна был, но Радхарани ушла, и Раса Лила остановилась. Поэтому он очень радостно восклицает, она Радхитана нам Багаванхари Ишвара, что эта Гопи Радхарани поклонялась Кришне, поклонялась Господу наилучшим образом. Поэтому Саннанда Махараджа всегда ушёл вместе с ней. То есть прославляется так слава Шри Матери Радхарани, потому что она ушла, без неё Раса Лила остановилась. Yeah, so you are listening. Now you try listening, you know, Haya Haya Shukadeva Goswami, Shri Mati Bhagavad, Haya Haya, he doing glory job Shri Mati Ratharami. So today you try to, hearing this partial sloka of Shri Mati Bhagavatam, you know, this partial sloka is Shri Mati Bhagavatam, Lajanma, Dascha, Jato, Naya, Detra, Dascha, Swarthi, Sabhik, Swara, you know, this is the partial sloka of Shri Mati Bhagavatam. So our Shukadeva Goswami, our Vishwanachaka, all committed, they are telling this partial sloka is the mentioning to Shri Mati Ratharani. Well, how you are telling this partial sloka is the mentioning of Shri Mati Ratharani. Well, they are, this is one Baidhi culture. What is the Baidhi culture? Baidhi culture is the Dhyat, Pratha Mantu Guru Mahuram Pujyam, Tathas Chaibam Marchanam, Kurban, Siddhi, Mapna, Janata, Nispalvavet. What is this meaning? When you start anything, the spiritual life, past, you are offering your open stress to Gurudev. Krishna is telling, then you can offer your open stress to me. If you did not offer your open stress to Gurudev, you try directly doing something, then this is completely useless, you know. So now coming Sukhdev Goswami, so he is offering your open stress to Gurudev. But who is his Gurudev? His Gurudev is the Priya Sukhasri, Vrishabhanu Jaya, Pavitra Chancho, Priya Chumbha Nena, Ekantaka Nannaraasya Pati, Nikonja Prasad, Sadhanivas. So he is the Priya Sukhasri, Vrishabhanu Jaya Srinivati, Who is the parrot? Every vital is Sri Sukha Ubacha, Srihi Srinivati Radharani. Between one letter, Priya, Priya meaning Srinivati Radharani, parrot. Sri is the parrot of Srinivati Radharani. And who is his Guru? His Guru is the Pradharani. He is the Guru. Even Krishna Guru also Srinivati Radharani. Преем Гуру Сримати Радхарани. Если Гуру Сримати Радхарани, then what can I do? What can I say do? Пасха is offering this awareness to Guru Dev. So this is Pасха offering this awareness to Guru Dev, but he is Guru Rадхарани. So telling Satyang Parama Dheemahi, I am offering my awareness to, this is the supreme truth. What are you telling? This is the supreme truth. Satyang Param. Param meaning, he who is the Parasakti, Ladini Shakti of Sri Krishna's, I am offering your awareness to Him. Telling who is that person? Janma Dasya Jataha. Jataha meaning whom from, he manifested Janma Dasya. Adya meaning he is the original ras. Who are manifested from whom? Telling what is this original ras? Adya ras. This is the Sringar. Sringar ras is the Adya Evapara rasa. So telling this Adya rasa is the Sringar ras. Manifested from whom? Who manifested? Srimati Radharani. Her name is Syama. Radharani. You know. Syam ka karei Syam rasma dupaan. Radharani. Alveji pei to Krishna, this Syam rasma niñida Sringar ras. You know, Alveji who is the pei to Sri Krishna. Also Radharani. So where from this manifested, this Adya ras? Well Radharani. See the Lādiniya Mahasakti Sarvasakti Varyasi. С is the original Saty of everybody. All Saty is manifested to whom? Стримати, Радхарани. All Saty also. Умарамасатьясачи, Чандрарупини, Радхаватарасаве, Амнайавани. All Saty, Умарамасатьясачи. Everybody is manifested to Srimати, Радхарани. So, he is the mistress of all Ras. So, all Ras came from Srimadhi, Радхарани. Then, he is telling how this Ras is manifested. Telling the Anayad-Ki-Taratascha. Then, this Ras is completely manifested when Syam-Sundar is the Anukula-Nayak. Радхарани is the Swadhin-Bhatrika. What is the Swadhin-Bhatrika? Swadhin-Bhatrika meaning this, Krishna is the Anukula-Nayak. Anukula-Nayak meaning when Radharani is doing Iman anyhow. And Radharani left this Rasalila. But when she left this Kunja, then Krishna Anayad meaning he is following this. Oh, Radhe, why are you going? You broke your Iman. You don't go, you left this Rasalila, this Ras is the complete finishing of this Ras. Oh, Radhe, you are going to go. Krishna Swadhin-Bhatrika meaning he is the complete control, love and affection of Srimadhi Rādhārāma. So, telling even Krishna is looking so beautiful. When he is with Sakha at that time also beautiful. When he is with Mother Yasuda more beautiful. But when he is saying this Gopita is the more beautiful, even completely more beautiful when? Then it's completely beautiful than Krishna when he is with Srimadhi Rādhārāni. Then this complete, all beauty is manifested. So telling, hey, Krishna Karuna Sindho, Deena Bandho, Jagatpate, Gopesaha Gopika Kanta, Radha Kanta Namastute. Eventually Radha Kanta, then he is the complete, the satisfied, you know. But when he is the more complete, beautiful, but when Radha Rādhārāni doing Iman and when Srimadhi Krishnam Sundar, you know, always holding this hand. Oh, Radhe, why do Iman? My fruit, I keep your lotus feet. My maurumukut, my picker, I can keep your lotus feet. And then Krishna, holding this hand, not only Jat Kinkarishu Bhavasa Ghalukhāgava, and even this Dasi is telling, oh, you can give a chance to me. I want to go to Nikunja, meet with Srimadhi Rādhārāgavāna. When the complete, controlled by Radha Rādhārāni, that time he looked very, very beautiful. So here they are telling, An-yā, Dītārāta, Sā, then Krishna completely beautiful, then all Radha Rādhārāna is completely beautiful, when Krishna completely controlled by love affects under Srimadhi Rādhārāna. Where in Bhagavata упоминается the name of Srimadhi Rādhārāna? It starts even with the very very first verse. Om namo bhagavateva asudeva yā, janma diyaśi tā anvāyāk itarutāshyatheśu bīngya swarāta. The Lord Vishwanathā Chakravarti Thakur explains, that this is the very very first verse, which is already devoted to Srimadhi Rādhārāna. In it already speaks about Srimadhi Rādhārāna. Why? Let's look at that. How is your culture? When you start an important action, what does the teacher? He is offering a bit of a spiritual teacher. So what is the rule of Srimadhi Rādhārāna? In it he says, Kriṣa. Kriṣa, bārādhāmanthu, gūrāma bhagavateva, kūrāma bhagavateva, kūrāma bhagavateva, Kriṣa, bārādhāmanthu, in the first verse, gūrāma bhagavateva, kūrāma 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 bhagavateva, k Кем является Шикадев Госвами, кто его гуру? Шикадев Госвами — это шука, это попугайчик Шримати Радарани. Мы с вами на той неделе слушали шлоку «Прияшука Шри Ври Шабана Джая Павитра Чанча Прячом Банена Аканта Анани Рахаси Пахтини Конжа Прасады Садани Васи» «Прияшука Шри Ври Шабана Джая» Шука — он любимый попугайчик Шримати Радарани. И именно Радарани, и поэтому Шикадев Госвами, естественно, поскольку Радарани его гуру, вначале в этой первой шлоке предлагают поклоны Радарани, своему духовному учителю, так как приняты в ведической культуре. Кроме того, Радарани, гуру всех, конечно, говорится, что Кришна Джагад Гуру, но кто Гуру даже для Кришны, кто према Гуру для Него, кто обучает Кришну любви Шримати Радарани? Потому что Кадев Госвами в самой первой шлоке приносит свои поклоны, выражает почтение Шримати Радарани. Он говорит «Сатям парамди и махи». Мы медитируем на Верховную Истину. На какую Истину? «Сатям парам», то есть на Высшую. Что является Высшим? Высшая — это Высшая Энергия, Пара Шакти. «Сатям парамди и махи» — Высшая Истина. И Высшая Истина — это Пара Шакти, Верховная Энергия. Такая Энергия Господа является Высшей в Хладине Шакти, Энергии Наслаждения. Кто её олицетворяет? Жимати Радарани. То есть в первой шлоке Багават говорится «Сатям парамди и махи» мы медитируем на Высшую Абсолютную Истину. Этой Высшей Истиной является Высшая Верховная Энергия, то есть Пара Шакти. А Пара Шакти, Верховная Энергия Господа, является Его Энергия Наслаждения, Хладине Шакти, которая в олицетворённой форме предстаёт как Шимати Радарани. И начинаем рассматривать эту шлоку. Джанма Ади. Джанма Ади Ясета Анваяд. Джанма Ади – первое шлоко, первое слово состоит из двух частей. Джанма и Ади. Получается Джанма Ади Асета Анваяд. То есть Джанма Ади – Джанма, та, от кого рождается. Джанма Ади – нечто изначальное. Что имеется в виду под этим словом Ади? Имеется в виду Ади Расы – изначальная раса. Изначальная раса является Шрингар Раса. Мадхурья Раса – отношение с Господом, как с возлюбленным. Курдев ранее в других лекциях объяснял, что именно Шрингар Расы питает все остальные и содержит в себе все настроения, которые есть в нижестоящих расах. Откуда появляется эта раса? Ади – Эва Пара Раса. Она проявляется из Радарани. Она – Шьяма. Именно Радарани – это так, кто дарует Расу на сложение даже самого Шри Кришна. Она – Хладини Шакти, его энергия на сложение, то есть та, кто доставляет ему радость, удовольствие. Сарва Шакти Варьяси – все остальные энергии берут свое начало в Шимати Радарани. Поэтому Бхтонута Кур поет Он говорит, что согласно нашим священным писаниям, такие полубогини, как Ома, Лакшми, Сатя, Шачи, Чандраба, Ли Радарани, все они являются проявлением Шимати Радарани. Поэтому именно Радарани изначально наивыше, и все остальные энергии берут свое начало в ней. Вся раса заключена в ней. Именно она – владычица, повелительница всей расы, всего трансцендентного духовного блаженства. Анваят и Тараташи Акхеша Бингисварад. Как эта раса развивается, когда Кришна предстает как Анукула Найка, а Радарани как Свадина Батрика? Это одни из видов героев и героиней. Рупагаса описывает это в Удживане Ламане. Там есть разные виды героев, разные настроения. То есть какие настроения принимает Шри Кришна, какие настроения есть у Радарани и у других копий. И вот одни из этих настроений особенно важны для нас. Когда Кришна является Анукула Найкой, то есть когда Он полностью подчиняется Шримате Радарани, а Радарани предстает как Свадина Батрика, то есть как эта героиня, которая полностью подчиняет себе своего возлюбленного. То есть, например, по-моему, Крутеф Рани говорил или Шелна Райна Гасая Махарач. Например, Радарани скажет «Сядь, Кришна сядет». Радарани скажет «Встань, Кришна встанет». То есть она полностью контролирует своего возлюбленного. Когда это проявляется в тех играх, о которых мы говорим, когда Радарани являет ревнивый гнев, ман и уходит с расы Лилы, и Кришна следует за ней, он становится ведомым. То есть Анваят в первой штуке Бхагавата указывает на то, что Кришна следует за Шримате Радарани, когда она сойдет на Бартику в таком настроении очень доминирующем, и Кришна полностью подчиняется ей. И вот тогда Кришна становится наиболее прекрасным. «Кришна всегда красивый. Он красив, когда Он со своими друзьями находится. Поле Он красив, когда Он находится со своей мамой». Радарани объяснял, потому что чем больше преданные любят Господа, чем сильнее Его любовь, тем больше Кришна раскрывается. И поскольку материнская любовь стоит выше в Ацалиярасе, чем в Саккирасе, то Кришна больше проявляется. Любовь к Гопе еще выше. Любовь к Девушке Кураджи. Поэтому рядом с Ними Кришна еще более красив. Но с Радарани Он красив в максимальной степени. Поэтому мы говорим «Хе Кришна Коруна Синдха, Дина Панха, Джагат Патэ, Гопе еще Гопе Каканха, Радха Канта намуста». Мы предлагаем Кришне поклоны, говорим «Коруна Синдха, Дина Панха, Джагат Патэ», то есть «Океан милости», «Друг Пачих», «Повелитель всего мироздания». Потом мы усиливаем Гопе еще Гопе Каканта, возлюбленный Гопе. И когда мы говорим «Радха Канта», возлюбленной Матери Радарани, то есть когда мы накаляем градус, когда мы постепенно возвышаемся к более-более сокровенным реалиям, когда мы говорим «Радха Канта намуста Тэ», когда мы предлагаем поклоны «Радха Канту», возлюбленной Матери Радарани, вот тогда Кришна становится полностью довольным. Но даже в отношениях с Радарани, когда Кришна являет свою наиболее сладостную, наиболее прекрасную форму, когда Радарани гневается на него, когда она являет свой ревчевый гнев, и тогда Кришна складывает свои ладони, кланяется, и Радарани припадает к её стопам, кладёт к её стопам свой плен, то своё павлинье перо, и на той неделе мы обсуждали с Мишлопу «Яткин Кореши Бахушака Лука Кувани», когда Прабутана Сарасвати молится быть прутиком в метле, который гопи использует, чтобы подметать кунжу, где Радарани гневается на Кришну, говорит, не хочу видеть ничего чёрного. То есть, когда Кришна самый красивый, когда Радарани на него гневается, когда она в настроении свадина-бартрика, а Кришна, как и на Куланайка, полностью подчиняется ей и старается успокоить её. Окей, Харикришна. Хариболь. Then you can, next time you can hear him, okay? And how, Сримати Радхарани, day after tomorrow, Сримати Радхарани took birth, yeah? Tomorrow is the Lalitha Saptami. Tomorrow also, Lalitha Devi Apeyant Day also. Tomorrow, you can tell you are very, very fortunate why you are coming with this Sampradaya. Our Sampradaya means the Sampradaya means the Sampramhamadhyo Gauriya Sampradaya. You are Gauriya Vishnu. Ati is the meaning Gauriya. Gauriya means Gauri. He is the bright complexion, who, Srimati Rадharani. So our Sampradaya means the you are a follower of Srimati Ratharani. So Ratharani is our mistress, Srimati Ratharani. So Bhaktamana Thakur telling, When you are very quickly attend to Srimati Lotus Beauty of Krishna, when coming your heart, this pride, I am the mad Sarvayant of Srimati Ratharani. So Bhaktamana Thakur telling, So Bhaktamana Thakur telling, I don't want to look at his face, you know, don't. You are very proud to attend to Krishna's So our mistress is Srimati Ratharani. We are coming to Gauriya Sampradaya and Mahaprabhu Sampradaya. So you are very, very fortunate. Our aim and object is the way you are becoming made Sarvayant of Srimati Ratharani. So Ravunadas Goswami is telling, What is this Rupa Anuga? You know, you are following the Rupa Anuga. What is the meaning of this Rupa Anuga? Rupa Binnabhi. Meaning is the Ravunadas Goswami telling, If somebody asks him, What is that you have relation with with Krishna? We have not any kind of relationship with Krishna. Why are your relationship with Srimati Ratharani? She is our mistress. So Krishna is the, which he asks, some relationship. Why? Ratharani believed in Krishna, so he is that you are some, you are some relationship. But you are direct in listening with Srimati Ratharani. Meaning, without mercy of Ratharani, you did not want to go to here and there. You are always, there are five kind of Sakhi, there are some Piyasakhi, Prana Sakhi, there are always Srimati Ratharani. Some Tattastha meaning, who is doing love, also Krishna, also Ratharani. And some of this idea of Krishna, Chandravali's side, but we are side of Srim, Ratharani's side. We are take shelter of Srimati Ratharani. So guidance of Ratharani. So our Raghunadasu Goswami telling, bhataling, desataling, aadevipatvharagadvah aadjavacha Rupa Goswami telling, chaache nipatya dhannabhat udhvahtarati asya prasadma budasya jannasya kirtwa gandharivike nijagani ganana vidaya or adhe I am again and again doing pranam to your lotus feet, you know, taakuh ghargadvahari humbly I am doing what you are want, nijagani ganana ambhide your register, your name, all satshi name, last our name, you can writing, last of everybody, last you writing my name, only this is my nilipijaya. Sarupo Goswami I am telling you this is our life and soul when the guidance of Shri Matri Adharani can be service, juhal kristwa. Okay? Conteo. We have listened a lot of about the Satshi Matri Adharani, hopefully we will continue. We are very successful, because we are all listening and we are in such a wonderful line. We are in such a wonderful Tomorrow will be the day of 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 the рама-матхава-гаудья-сампрадаю. Гаудья-сампрадаю. Гаудья означает гоури. Горь золотистый, яркий. То есть указывает нашей матери Радарани на цвет её тела, либо на читание Махапрабху. И мы следуем как раз таки, поскольку мы Гаудья-сампрадаю, мы следуем Махапрабху, мы следуем Радарани. Именно Радарани является нашей госпожой. Махтинон такуру описывает, как можно быстро встретить Шри Кришну. Если у нас будет гордость представления о себе, что мы служанки Радарани, естественно, когда мы достигнем соответствующего уровня, и гордость за наше положение, что мы служанки Шри Матери Радарани, мы служим ей, вот тогда мы очень быстро встретимся с Гокулаканой, то есть по милости Шри Матери Радарани, через неё. Пахтинон такуру также выражает наше настроение. Он говорит, «Я осталась в окружении Шри Матери Радарани, и я не хочу видеть тех, кто не верен ей, кто не относится к её близкой группе, в каком бы настроении они ни находились. Я даже смотреть не хочу на них, не хочу видеть их лица». То есть наша направленность только на Шри Матери Радарани, она наша госпожа, потому что мы находимся в Гауде-сампрадаю, и мы очень удачливы, что мы пришли в эту линию, можем слышать о таких возвышенных реалиях и ставить себе такую высокую цель — когда-то обрести положение служанки Радарани. Ракунат Хадас Госвами объяснил, что значит быть рупануками, последователями рупы Госвами. Это означает, что если нас спросят, какие у нас отношения со Шри Кришной, что мы ответим? Никаких. У нас нет отношения со Шри Кришной. Тогда возникнет вопрос, а с кем же у нас отношения есть? Со Шри Матери Радарани. Радарани для нас всё и вся, мы служим ей, и только поскольку Кришна является её возлюбленным, какие-то отношения у нас есть и со Шри Кришной, то есть не напрямую, а посредованно. Поскольку Радарани для нас всё, у неё есть возлюбленная Шри Кришна, какое-то служение мы воздаём и ему, какие-то отношения есть у нас и с ним, но опосредованно, только потому, что он возлюбленная Шри Матери Радарани. Напрямую мы к нему не стремимся. Есть пять видов саки, пять видов спутниц Рады и Кришны. Они делятся в зависимости от того, к кому они больше устремлены. Есть прия-саки, прана-саки, то есть те девушки, которые на стороне всецелущей матери Радарани, как Гурдеб говорил на той неделе, для которых радость Радарани — это их радость. Боль Радарани — это их собственная боль. То есть они полностью разделяют её настроение и переживание. Есть гопи, девушки в Раджататастха, которые занимают нейтральное положение. Они равно расположены и к Шри-Кришне, и к Шри-Матери Радарани. Есть те, кто находятся на стороне Чудравли, то есть группы враждебной, конкурирующей со Шри-Матери Радарани, её соперницы. Но наше какое положение, к чему мы стремимся? Быть всегда на стороне Шри-Матери Радарани, в её группе. Рупагасове молится. Он молится о Радарани, о Дева, о Богиню. Я приношу, я молю тебя о том, чтобы ты сделала меня своей спутницей, своей служанкой. То есть он молится о том, чтобы в списке служанок Шри-Матери Радарани его имя, имя Рупагасове, было записано где-нибудь там в конце, самым последним, самым незначительным слугой. И такова наша цель, чтобы наше имя когда-нибудь тоже записали в конце этого списка, в самую последнюю очередь, и чтобы мы стали спутницей служанкой Шри-Матери Радарани. Это наша цель, это наша жизнь, в душе к этому мы стремимся и молимся об этом. Окей, Гавр-брахманинде, Хри-Хри-Гол, Блес-Матери Радхар, Ани-Ки, Икан-тол, Двырвари, Радхар, Тату, это очень секрет, Тату, Эврвари-Чай, Двырвари, 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 Хри-Кришна, Хри-Кришна, Хри-Хри-Хри, Хри-Рам, 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 Ани- So they can try to life and solve this Хари-Нам, Санкт-Кир-Тан, you know, Mahaprabhu telling, always try, keep some peaks around, always chanting this holy name, always. So Gurudev when they gave this to Mala, this minute he gave this to Mala, he gave Krishna to you. So Gurudev telling, never you keep hungry, you are beat bad. Hungry meaning, if one day you don't chanting this holy name, that meaning this Mala whole day become hungry. You know, Gurudev telling, never keep hungry, maybe one day you can't stay hungry, but this Mala never keep up hungry. I throw this holy name one day can attend this Krishna Prima. Okay? Итак, мы послушали Радха-Татву, Радхарани-Татву, философские истины, Ошри Матери Дархани, и это очень возвышенно. Чтобы обрести эти высочайшие реалии, что нужно делать? Повторять Харе Кришну Махаманту. Махаправо сказал, что Харинама Санкиртана должна быть нашей жизнью и душой, поэтому нужно каждый день повторять фиксированное количество кругов, потому что именно благодаря Святому имени мы сможем достичь нашу главную духовную цель. Когда Gurudev даёт нам чётки, он даёт нам не просто деревянные бусики, он даёт нам радую Кришну, поэтому чётки не должны поститься, то есть не должны простаивать, наше фиксированное количество кругов мы воспеваем каждый день. Мы можем поститься какой-то день если у нас нет времени, но мы не можем пренебрегать чётками, потому что это сами рады Кришны, и именно чётки, именно Святое Имя увенчает нашу жизнь сперком и поможет обрести нам то, к чему мы стремимся. Окей, Гор Брахананде, Хари-хари, Бол, Чё-хари-хари, Хари-хари, Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо, хорошего дня! Спасибо большое! Спасибо! 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 Спасибо!